Я хочу, чтобы память тех, которые здесь погибли, была увековечена и в памятниках, и в памяти, и в учебниках, чтобы больше такое не происходило. Они хотят, чтобы жизнь была у нас хорошая, и вы должны это делать. Понимаете? Памятник, вот он стоит, и что? Когда у вас истерика заканчивается, мы поговорим. Да не, давайте поговорим. Да нет, давайте, вы политик, давайте поговорим. Что же вы сделали? У нас парламентская, президентская республика, так? Я хочу от вас послушать, что вы особисто, я бачу, я очень вас поважаю, что вы особисто, конкретно. Мы на Троїщин, и мы знаем, что сделал пан Березе. Почекайте, дайте сказать, от вы прекрасный политик. Я не политик, я год в политике. Хорошо, год в политике, это не имеет значения, вы человек, да? Вы сказали, что нам нужна идея, вот вы пришли в политику, вы с какой идеей? Нет, идея, нет. Хорошо, план, какую цель вы видите? До чего вы идете? До чего нас ведете? Скажите мне один раз. Я два раза хотел вам ответить, что вы перебиваете. Выборчите, пожалуйста, скажите. У меня единственная идея, я не хочу, чтобы молодые люди уезжали из Украины. Я хочу, чтобы украинцы жили в своей стране. Я хочу, чтобы комфортно жили, дайте договорить. Я хочу, чтобы молодые ребята, получив образование, не сбегали отсюда. В Германию, Канаду, Израиль, Австралию, Америку. Я хочу, чтобы они жили здесь, на своей земле. И поэтому я и пошел в политику. И для этого я пытаюсь что-то делать. Более того, я один, я мажоритарщик, избран в своем районе. И своим районом я стараюсь заниматься. И Украиной я занимаюсь, и городом. Но поймите, один человек бессилен что-либо делать. Должно быть объединение людей. Вот когда будет полное объединение, когда люди начнут заниматься одновременно всей проблематикой, тогда что-то изменится. Вот я вам зараз скажу на это, подождите, вы один, и я понимаю, как это тяжело. Но вы понимаете. Вы можете послушать? Вот сейчас, сегодня, если смотрят, кияни, они меня знают. Сегодня миллионы киян меня знают. Я одна, просто, людина. Показать, что у меня в кармане. Я за 100 гривен купила квіти, шоколадку, цукерку, поклала останнюю, отдала. У меня нет, что дитині купить. У меня нет, что внутрь купить. И я не приходю и не говорю, что я одна и плачусь. Я сегодня встаю и говорю Порошенко, ты зрадник. Вы сегодня хотите изменить Шокина? На кого? На Матіоса? Який зрадив Иловайс? Зрадив Дебайцево? Здали все. Зараз дадут Мелітополь. Вы даже не уявляете, какие схемы проходят по фальсификации. Сдадут? А можно я вам сказать, секундочку. Я вам говорила, что это грошей взял. Вы взяли деньги? Это истерия. Вы взяли деньги или кто? Вы взяли деньги или кто взял деньги? Я знаю, кто взял деньги. Кто взял деньги? Ну так скажите. Если я сейчас скажу, меня грохнут тут. И вы меня не захистите. Послушайте внимательно. И зараз от миллиона людей. Послушайте внимательно. Не Мелитополь не сдадут. Не Мариуполь не сдадут. Еще раз. Вот вам говорят люди, которые не сдадут. За Порожье чье? Послушайте. Харьков чей? Украинский. А если голосуют за этих людей, так с людьми надо работать и объяснять им, что они делают. Послушайте внимательно. Если вы хотите считать, что ваше право говорить, и вы говорите, и вас сейчас показывают во всех эзирах, так это говорит о том, что такое право у вас есть. Если те проголосовали так, мне это не нравится. Вам это не нравится. Но уважать их выбор мы обязаны. Нравится нам это или нет? Знаете, почему я не пошла на выборы? И миллионы таких, как я. О, а вот сейчас вы ответили. Им истину скажу. Миллионы, скажу истину, почему мы не пошли на выборы. Пока вы рассказываете сказки, до тех пор, пока вы не ходите на выборы, пацаны гибнут на Майданах, пацаны гибнут на войне. Такие, как вы, не ходя на выборы, обрекают молодых ребят. До тех пор, пока гражданская обязанность каждого пойти на выбор не будет для каждого высшим проявлением гражданской ответственности, ничего не появляется. Синизм. Вы циник и циник. Одну минуточку. Вы воевали? Я в Нагорном Карабахе. Моя дитина зараз в Уганске. Моя дитина в Уганске. И вы мне рассказываете, сегодня моя дитина говорит, что... Почекайте, я не с вами говорю. Сегодня моя дитина говорит, что на сегодняшний день... У вас истерика. Так давайте поговорим. Моя дитина говорит, что сегодня начальники бригадиров. Послушайте меня. У вас истерика, которой вы работаете сейчас на русских. Откровенно. То, что вы сейчас говорите, это работа на русских. Истерика, которую вы устраиваете. Я, люди, я этот, агент Путина. Нет, вы не агент. Вы не понимаете, что вы сейчас делаете. Миллионы моих детей, я учитель украинской мовы, я 30 лет работала, сегодня мои дети погибли, вы говорите, что мы сдадим Мариуполь? Да, за Мариуполь взяли деньги, и Мариуполь сдадут, и вы не знаете даже как это сделают, вы прослиткували Харьков, хорошо, давайте, извините, вы просто, да, вы заспокойтесь, я просто говорю, молодые не сдадут его, женщины, я вам говорю, что же вы не сдадут? Я стоялый парень, что вы не сдадут? Послушайте, вот не выиграю не в Киеве, вы где живете? Вы на выборы ходили? Нет. Вы не пошли на выборы, вы не дали выиграть и мне, и не дали остальных, именно такие как вы, не ходя на выборы, нет, вы надо было идти, вы не пошли на выборы, нет. пошли на выборы вы не пойдя на выборы обрекли вы не пойдя на выборы обрекли заранее результат на пораженчество когда вы кричите что кто-то кого это продал идите на выбор когда вы кричите нет подождите теперь вы я слушал вас когда вы кричите что кто-то взял деньги идите и доказывайте но вы не ходите на выборы вам проще прийти сюда устроить истерику и рассказать поймите одну вещь самую главную надо было идти на выборы но вы их проигнорировали а за нас все решит вас это убедили теперь раз убеждают что за мариуполь взяли деньги еще разом говорю мариуполь останется наше не там оппозиционный блок и вот это мы закончили я хочу всех людей украинской мови сказать чему я не пішла на выборы а не слухаете чему я не пішла на выборы вы не хотите почувствовать и миллионы украинцев без совести вот вам и украинские люди політики они не хотят слушать правду он хочет только пришел увидел победил а